МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале ОБЛИНСК ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Дарья Человекова и Георгия Розуаев. Вот о чем мы расскажем сегодня. Журналисты обсудили с губернатором региона Владиславом Шапшой и итоги уходящего года. В ОБЛИНСКе состоялся митинг, посвященный годовщине освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. Фестиваль актуального научного кино прошел в ОБЛИНСКом центре досуга. Вода на тротуарах в декабре. Жители Парковой улицы вновь обратились за помощью в решении проблемы. 28 декабря в Калужском государственном институте имени Константина Циолковского состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора региона Владислава Шапши. На мероприятии обсудили итоги уходящего года. Говорили об экономике, ситуации в автопроме. Не могли обойти стороной вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развития дорожной сети, тарифов. Вопросов было задано немало на пресс-конференции. Говорили о ситуации, сложившейся с автокластером Калужского региона. Ведь, как известно, сейчас эти предприятия находятся в простое. Планируется ли положительная динамика в этой сфере? Предприятие находится в простое. На текущий момент пока ничего не изменилось. Но главную задачу, социальную задачу, выплаты заработной платы, две трети заработной платы работодатели выполняют. Выполняют уже на протяжении 10 месяцев и продолжат это делать до тех пор, пока не будет определена судьба этих предприятий. Такая договоренность у нас есть с руководителями этих заводов. Переговоры идут, они непростые. Вы знаете, как они идут в стране в целом. Где-то появляются новые собственники, где-то предприятия просто закрываются и сокращаются коллективы. У нас коллектив большой, несколько тысяч человек. И нам очень важно, как и собственнику предприятия, сохранить этот коллектив, отмечает глава Калужского региона. Вы знаете, автопром так удачно выстрелил в экономике Калужской области и в целом стране, что по большому счету имя такое громкое Калужи, но всегда, как нам кажется, связались с автопромом. Калужское чудо и успех такой всероссийский. Но Калужская экономика – это не только автопром. И далеко не только автопром. Именно поэтому в этот кризисный год нам при полной остановке трех заводов и их несколько автопроизводителей, автокомпонентов, которые их обеспечивали, мы просели в объемы промышленного производства, но не на ту долю, которую раньше составлял автопром. В фармацевтической отрасли произошел рост. Хороший результат показало сельское хозяйство. Активно развивается деревопереработка. Мы планируем в этих направлениях активно развиваться, инвестировать и создавать эти предприятия, подчеркнул Владислав Шапша. Был задан вопрос о ремонте участка Киевской трассы рядом с Обнинском. Как пояснил губернатор, на данный момент эти работы не планируются. Смотрите, контракт заключен на реконструкцию М3 в границах Москвы, до 2025 года эта работа будет выполнена, безусловно. Я думаю, что раньше 2025 года у нас эти работы не нашли. Ремонтные работы выполнят, учитывая все заявленные параметры, включая и реконструкцию северного въезда. Традиционно еще один вопрос от обнинских представителей средств массовой информации был связан с медициной. Жители часто обращаются с жалобами на то, что не получив помощи в Наукограде, им не выдают направление в соответствующие лечебные учреждения экологии или Москвы. Опять же, у нас в Обнинске есть федеральный медико-эзиологический научный центр медицины. Давно-давно, когда Анатолий Петрович был еще жив, обнинцы могли достаточно легко получить туда направление и лечиться там. Сейчас это практически невозможно. Вот у вас, с вашей высоты, с учетом того, что у вас прекрасные отношения с руководством МРМЦ, с ФМБА, две федеральные структуры, нужно ли связать таким образом, чтобы обнинцы использовали возможности МРМЦ для лечения? Абсолютно справедливое предложение. Мы всегда идем навстречу людям. Если у них такая потребность есть, то Министерство здравоохранения Калужской области должно и имеет возможность это сделать. Как? Более того, надо просто обратиться туда. И мы людей... И если нет такой возможности у нас, в нашей областной больнице онкологической, мы направляем в медицинско-эрологические научные центры, и не только, и в московские клиники направляем. Я подписал соглашение Сергея Семеновича Собянина, вот буквально в конце этого года, о сотрудничестве между сферой здравоохранения Калужской области и города Москвы. И у нас есть такая возможность. Актуальная тема для первого наукограда связана с грядущей концессией с Росатомом. Сегодня Обнинск позиционируется как город с высоким научно-технологическим потенциалом. Много говорят о ядерной медицине, сельскохозяйственной радиологии и так далее. У жителей возник резонный вопрос. Неужели при таком потенциале нельзя найти другой способ получения финансирования на модернизацию сетей? Тарифы сегодня растут, а вот заработные платы обнинцев остаются на прежнем уровне. Средств не бывает бесконечное количество. Надо их где-то еще искать. Единственная возможность их сегодня найти – это концессия. По всей стране эти проекты реализуются. Концессионеры разные. Это важно – выбрать себе, найти такого партнера, с которым можно работать, надежно работать. Мне кажется, Росатом – это такой партнер. Условия, которые они предложили, они публично озвучены. Минимальный рост тарифов. Мы очень внимательно за этим следим. Мы не допускаем, чтобы были какие-то попытки заработать на этом. И в данном случае многие города руками и ногами бы схватились за этот проект. Это я знаю точно абсолютно, потому что я встречаюсь и с коллегами, и некоторые из них задают вопрос, а как вам удалось затащить компанию в свой регион. Параметры концессии, по словам губернатора региона, предполагают минимальный рост тарифов. Напомним, что говорили о росте тарифов представители Росатома на брифинге, который состоялся в Наукограде на прошлой неделе. В 2023 году тарифы на воду и стоки меняться не будут. То есть это поручение было и правительство Российской Федерации, и все. То есть до 1 июля 2024 года по воде и водоотведению мы будем с этими тарифами. По теплу, в связи с тем, что мы берем большой комплекс и тепло, и воду, есть возможность, у нас идет снижение тарифа, то есть по теплу будет 2049 рублей, там 73 копейки. Снижение – это за счет объединения части двух предприятий. Это снижение сдержек на административные расходы и, конечно, структурирование всех операционных расходов. В этой таблице как раз приведены, что изменения за счет конституционного соглашения будет для двухкомнатной квартиры 3 человека от 128 рублей до 170. Это в месяц. Есть серьезный объем инвестиций, которые компания обязуется вложить в развитие инфраструктуры, в том числе в реконструкцию очистных. До реконструкции, вы помните, первый этап, он не был завершен. То есть, он был завершен, но это был первый этап. Но надо было еще второй этап делать. Вот завершить этот второй этап, чтобы перестали люди жаловаться, что пена там в протвул течет, что запах какой-то разносится с чесных. Это же надо тоже делать. Параметры концессии выложены в открытый доступ. С ними уже могут ознакомиться все желающие. Приступить к работам по обновлению труб намерены уже в 2023 году. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обненск ТВ, Калуга. Сегодня у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине со дня освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятие приняли участие руководители Обненска, ветераны, труженики тыла, школьники и студенты, представители общественных организаций и жители. В октябре 1941 года 312-я стрелковая дивизия героически сражалась в Малорославецком укрепрайоне Можайской линии обороны на Боровском и Дечинском направлениях. В тяжелейших боях погибло более 9,5 тысяч человек. Из уцелевших бойцов 312-й еще двух дивизий сформировали одну, 53-ю освобождавшую Обненскую землю. Эта дивизия под командованием Александра Федоровича Наумова в декабре 1941 года освободила Белоусова, железнодорожную станцию Обненское, поселок Бодрая Жизнь, деревню Пяткино. А за освобождение Малой Рославцы и Медыни 12 января 1942 года дивизия получила звание Гвардейской, и ее командир был награжден орденом Ленина. После войны Александр Федорович Наумов жил в нашем городе и стал одним из основателей ветеранского движения в стране. В Обненске чтят память об Александре Наумове. Этот легендарный человек, первый, кому 45 лет назад было присвоено звание почетный гражданин города Обненска. К 125-летию со дня рождения военачальника в музее истории организована выставка генерал Наумов в Обненске. Всех бойцов, героев-освободителей вспомнили в этот день, пришедшие на митинг. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, освобождая нашу землю. Будем помнить ту непомерную цену, которую они заплатили за то, чтобы мы имели право жить. Вечная память и слава падшим героям-освободителям. Сегодня день, когда нужно вспомнить тех, кто погиб, защищая нашу землю. Тогда еще не было города Обненска, но мы с вами находимся около вечного дня, на табличках, в которых написаны фамилии, имена тех бойцов, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами могли жить, за то, чтобы послевоенные годы здесь возник прекрасный город. Наша с вами задача – всегда помнить об этом. А если ты забываешь, то история очень жестко и тяжело об этом напоминает. После минуты молчания собравшиеся возложили к вечному огню венки и живые цветы. Цветы были возложены сегодня и к подножию памятника генералу Наумову и на братской могиле в парке Белкино. В телекомпанию обратилась жительница старого города с жалобой на затапливаемый водой тротуар. Да, в декабре зимой на тротуар на улице Парковой периодически выливается из-под земли вода. Не сказать, чтобы история нова – корреспонденты телекомпании уже выезжали по жалобам жителей на эту улицу. Тот же повод – вода лилась из-под земли и стояла на тротуаре. Постоянные грязь и лужи. В 2020 году после выхода целой серии сюжетов от нашей телекомпании проблема с вытекавшей на тротуар водой была решена. А также был частично заменен асфальт на этой пешеходной дорожке. Жители были рады, что ее пускай и не до конца, но привели в порядок. Здесь стали чаще и больше ходить, гулять с колясками. И все было хорошо, на тротуар не текло, пока не наступила весна 2022-го. Снова полилось. Людмила Голубкова немедленно обратилась в МПКХ и в администрацию. Пришел ответ от администрации, что направлено письмо в адрес застройщика общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажное управление МОС «Облстрой», проводившего в 2020 году работы по устройству водоотведения вблизи многоквартирного жилого дома номер 11 по улице Парковая. С целью провести обследование и выполнить работы по восстановлению водоотводной трубы. Дорожной службе МПКХ поручено провести работы по ремонту тротуара вблизи жилого дома номер 7 по улице Парковая. И только, может, недели три тому назад, в начале декабря, пришли, я прохожу, смотрю, здесь разрыли вот эту трубу, которая текла, ничего не закопано, вода стоит в трубах. Я испугалась, думаю, ну что, сейчас пойдут морозы, и все это размёрзнется. Я позвонила в МПКХ. МПКХ сказала, что свяжется с МОЛО, был строем, и все объяснит ситуацию, чтобы они пришли, заделали. Ну вот они заделали, взяли, только бумагой накрыли. И вот опять, вот, все, вода так же течет. А асфальт не доложили МПКХ здесь, ну вот тротуар. Почему? Говорят, ну куда мы будем класть асфальт, когда течет вода эта? Ну просто-напросто эта вода, то, что даже там положили тротуар, сейчас попадет под тротуар, морозы, все это замёрзнет, весь этот тротуар опять вспучится, и нам негде будет ходить. Может вылиться и больше, говорит Людмила Голубкова. В таком случае ближе к первому дому образуется большая лужа. Как раз в момент записи интервью начала литься вода. Ударят морозы, здесь образуется каток, а через двор не всегда можно пробраться после снегопада или в гололёд. Жаль, что хорошую дорожку теперь губят вот таким образом, расстраивается Людмила Голубкова. Она, кстати, постоянно тротуаром на Парковой пользуется. Обратились в администрацию за комментариями. Заместитель сети менеджера по вопросам городского хозяйства Игорь Раудувя объяснил. Причина происходящего в том, что трубу застройщик проложил высоко, происходит подмерзание и вода разливается. Что касается сроков устранения проблемы, то замглавы говорит о весне предстоящего года. Тогда, скорее всего, застройщик устранит причину подтоплений. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В минувший вторник состоялся заключительный показ в рамках фестиваля актуального научного кино. Мероприятие прошло на базе Обнинского центра досуга. Подробности в следующем сюжете. У нас в этом году заключительный показ. Фильм называется «Фантастик-пластик» о проблемах вторичного использования, вторичной переработки вещей, созданных из пластика. Проблема сейчас довольно актуальная. Все мы знаем, что это сейчас и для Калужской области актуально, и для России, и для всего мира. Поэтому, каким образом можно этот пластик использовать, что с ним можно делать, вот об этом и будет показан сегодняшний фильм. Развитие переработки пластиковых отходов актуально в наше время как никогда. Многие дизайнеры выбрали пластик своим инструментом для диалога с обществом. Давая материалу вторую жизнь, они раскрывают вторичный пластик с неожиданной стороны. Не как отходы, а как ресурс. Важно было не только рассказать про предметы, создаваемые из пластика, но и показать процесс создания нового из ранее использованного. «Фантастик-пластик» – проект федерального масштаба. Основная задача его – на примерах из зарубежной российской практик рассказать о возможностях, которые дает переработка и вторичное использование пластика. Это не первое научное актуальное кино, которое показывают в рамках фестиваля. Состоялось несколько кинопоказов для жителей Наукограда. Организатором мероприятия выступил Совет молодых ученых Калужской области при поддержке Ассоциации «Калужский кластер ядерных технологий», «Физико-энергетического института», «Студенческого научного общества Института атомной энергетики». Сам фестиваль проводится уже не первый год в России. Это всероссийская акция, в рамках которой показываются актуальные научные фильмы по различным тематикам. Это и наука, и экология, и о природе фильмы. В общем, очень широкая повестка. И цель – привлечь внимание людей и к социальным вопросам, и к научным проблемам существующим, а также к современным разработкам. В рамках кинопоказов на суд зрителей были представлены 8 фильмов, которые отбирались организаторами. При выборе кинолент старались не зацикливаться на какой-то одной тематике, а показать разные аспекты жизни. Дмитрий Калякин рассказал о фильмах, которые больше запомнились публике в рамках Дней актуального научного кино. Мы показывали о медицине фильмы, о известном психиатре Роберто Асаджиоли, фильм «Чип внутри меня», который вызвал, скажем так, наверное, наибольший интерес у зрителей, потому что он затрагивал вопросы как современных технологий, медицинские, которые внедряются сейчас, так и социального аспекта этой проблемы. То есть как люди, в которых вживляются эти нейростимуляторы, как они живут, как принимают общество, как они адаптируются в этой среде. Понятно, что фильмы, которые здесь показывают, это не какие-то блокбастеры. Это кино для того, чтобы расширить свой кругозор, задуматься, посмотреть на то, что наш мир широк и многогранен, отмечает председатель Совета молодых ученых Калужской области. Если данная всероссийская акция продолжится в следующем году, то и в Обнинске также вновь проведут дни актуального научного кино. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Обнинск онлайн» ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Нокограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова